Уральск останется без горячей воды. Об этом сообщили в АУЖАЭК Теплоэнерго. Коммунальное предприятие продолжает подготовку к отопительному сезону и остановка ТЭЦ плановая. Тепловики просят уральцев погасить все долги до зимы, чтобы исключить возможные проблемы. В АУЖАЭК Теплоэнерго сообщили, что на подготовку к предстоящему отопительному сезону будет затрачено более 400 миллионов тенге. Половину из них направлен на ремонт ТЭЦ, оставшаяся часть на модернизацию тепловых сетей. С 23 августа город останется без горячего водоснабжения. С сегодняшнего числа мы уже полностью остановили ТЭЦ. Сейчас как оборудование все остынет, мы приставим капитальную работу. Конечно, мы постараемся использовать весь световой день с 8 до 9 вечера где-то, чтобы пораньше, конечно, включить в сеть все это оборудование и подать горячую воду для населения. В коммунальном предприятии сообщили, что они уже выполнили 83% подготовительных работ на тепловых сетях и на 60% на ТЭЦ. У нас генерирующее оборудование, оборудование основное, вспомогательное, полностью работает круглый год. Как вы знаете, круглый год мы обеспечиваем город теплом, электроэнергию населения города. Поэтому те работы, которые мы не можем работать, не можем произвести без остановки станции. Это коллектора, основные паропроводы, есть коллектора тепловых сетей, есть газопроводы, которые все время находятся под давлением. Вот на них находятся арматуры, отключающие, регулирующие. Вот эти все арматуры мы должны провести ревизию, как говорится, подготовиться. Стоит отметить, что бюджетные организации не имеют долгов за отопление, чего не скажешь, о населении и юридических лицах. «Сегодняшний день задолженность частников перед нашими предприятиями составляет около 400 миллионов тенге. Из них, скажу сразу, это 150 миллионов тенге – это долги прежних лет, которые у нас идут. Потом идёт начисление в пределах 60 миллионов тенге этого месяца. Вот остатки, которые люди накопили с начала этого года. Мы надеемся, что мы не раз и перед телевидением, и перед прессой выступали, чтобы просили людей до начала отопительный сезон и, конечно, закрыть все свои долги». Отметим, что сейчас в антимонопольном ведомстве рассматривается заявка на повышение тарифа на тепло.